Несмотря на то, что табличка написана с ошибкой, к переезду детской поликлиники все готово. И фраза «С понедельника живем по-новому» действительно имеет смысл, потому что с 3 февраля здание детской поликлиники с проспекта Мира переезжает здание водо-грязи-физиолечебницы на проспекте Октябрьском 6. Заходим, бахилы имеются, то есть чистота ног, не надо грязь разводить по детской поликлинике, это логично. Как нам передало руководство, просят всех родителей раздеваться в больнице, все-таки в здании довольно тепло. И уже работает гардероб. Для журналистов сегодня провели экскурсию по обновленному зданию и рассказали о причинах переезда. Решение вынужденное для нас, в общем-то, и направленное на улучшение условий для оказания помощи детей, проживающих в старой части города. Здание, конечно, компактное, ориентировочное количество квадратных метров мы посчитали, 450. Хочу сказать, что полезная площадь, которая использовалась на Мирах, казалось бы, здание очень большое, но использовали мы его на четверть. То есть там полезная площадь использована 550 квадратных метров. Напомню, здание поликлиники по проспекту Мира передается церкви как важная часть ансамбля монастыря. С точки зрения изначальной архитектуры поликлиника является новоделом, цитируя настоятеля монастыря Игумена Никона. Потому нет никаких сомнений, что внешние и внутренние виды здания преобразятся до неузнаваемости под церковные нужды. А главное – быстро. Но вернемся в поликлинику к детям. Работа поликлиники будет с 7 утра до 20 часов вечера. Приемы участковых врачей-педиатров будут осуществляться в разные смены. У нас будут утренние приемы, дневные приемы и вечерние приемы. Как нам и обещали, здесь будет работать 6 педиатров. Участки подписаны, кабинет доврачебного приема. Расписание тоже имеется. Хочу сказать, что у нас пока мебель в кабинетах, она бывшая в употреблении, но мы ее заказали. 20 февраля будет отгрузка мебели и кабинеты к концу февраля будут обеспечены современной мебелью. Здесь у нас один кабинет участкового врача-педиатра. Здесь он не очень большой, но тем не менее есть. Все необходимое в этом кабинете – компьютеры, принтеры, кушетки для взрослых детей, пеленальные столы, весы для детей до года, весы для взрослых, ростомер. Есть чего-нибудь, чего не хватает, что было из оснащения в тех кабинетах, но здесь в педиатрических. Продолжаем экскурсию по кабинетам. Процедурный кабинет, он оснащенный плиткой. Здесь все необходимое есть, раковины, диспенсеры, одноразовые полотенца, медицинские шкафы, фармацевтические холодильники, дезинфицирующие средства, одноразовые перчатки – все, что необходимо для персонала в этом кабинете. Здесь потеплее немного. Здесь потеплее, потому что, ну, вы знаете, что и дома тоже бывает, сторона южная, сторона восточная, но у нас есть, Мария Александровна, как они называются? Как? Колориферы. Колориферы, есть масляные, масляные, масляные. То есть, если все можно подогреть. Они там стоят в кабинетах у нас. Холодильник работает, все подписано. Врачи и педиатры точно знают, что здесь должно быть расположено. Заглянем. Заглянем. Нам тут заботливо оставили ключ. Как видите, препараты уже на месте. Варийная аптечка. А тут вот даже подписано, смотри, что должно расположено. То есть, все строго по инвентарю, что и должно здесь располагаться. Здесь у нас прививочный кабинет и врачебный кабинет. Приемы состыковываться не будут. То есть, два рабочих стола, два рабочих стола, федеральный стол для осмотра маленького ребенка. И дальше, будем считать, процедурный. Здесь прохладно. Здесь нет пациентов. Кабинет полностью готов. Тут полностью ремонт, да, получается, сделан? Ну, кафель был, кафель был, кафель был. У нас допуск есть станции, фармацевтические холодильники, где хранятся вакцины. Необходимый шкаф, где хранится набор анафилактический на случай. Все, что необходимо по порядку оказания медицинской помощи в прививочном кабинете, у нас оснащено. То, про что как раз нам говорили, что в случае, если родители будут жаловаться, что прохладно, ну, или врачи будут сами понимать, что надо немного притопить, есть обогреватели, я так понимаю, что они оснащены, ими оснащены все кабинеты, поэтому холодно не должно быть. Как нам уже сообщили, карты всех 7,5 тысяч детей уже находятся вот здесь. То есть регистратора вся переехала. То есть этого промежуточного этапа, переезда, там, какого-то времени не будет. То есть поликлиника принимать детей полностью готова. Здесь окно информационное, здесь оформление больничных листов. Ну, тут тоже информационные стенды есть. Можно обратить внимание, что немножко подклеена информация, да, обновлена. Но на месте. И с учетом, что нам справедливо заметили, что здание это временное, и таблички все временные, что через два года надеются переехать, ну, тоже как временная вещь, опять-таки, наверное, допустимо. Важные уточнения сохраняются без изменений не только часы работы поликлиники, но и все номера телефонов. Новые запоминать и записывать не потребуется. В холле имеется детский уголок, можно будет даже мультики посмотреть на новеньком повешенном телевизоре. А продолжая важную тему гигиены, мы проверили ремонт в уборной. Служебная, служебная. А где туалет? А, ну, собственно говоря, вот туалет, он МЖ, видимо, да, то есть, да, вполне чистенький и аккуратненький. Туалет, пол, можно. Ну, и дырка в полу. О, как в доме молодежи, да, совершенно верно. Уже, ну, видно, что ремонтик сделан, да, тут, то есть, обновлены, обштукатурены он сверху части, потолок, видно, что обновлен, видишь, он панелями заделан. Я не скажу, что выглядит как-то плохо. То есть, можно, конечно, как угодно скептически относиться, но в целом впечатление от обновленного здания, оно, ну, нормально. Я еще раз вам говорю, что мы будем здесь находиться в течение двух лет. Мы надеемся, что в 21-м году мы получим новое современное здание в старой части города. Оно очень красивое, оно многоцветное. Я видела проект. Оно, дай бог, будет оборудовано всем тем, что мы заявили. Там будет МРТ, КТ, УЗИ. Ну, и важный вопрос, как добираться. Вот за моей спиной, получается, остановка. Здесь будет уже, ну, наверное, весной установлен остановочный павильон. Сюда приезжают единицы. Здесь автомобильных парковок почти нет. Ну, если вон там, вон, около Кузькиной матери. На территории, вот, около самого здания детской пеликлиники, где сейчас стоят автомобили, нам передали, что так парковаться не надо. Где же парковаться? Получается, что за зданием городского суда имеется вот такая вот парковочная зона. Это общая городская территория здесь. Оставлять свои автомобили может кто угодно. Но вы видите, сейчас детская поликлиника еще не работает, а стоянка уже занята автомобилями. Потому что рядом имеется здание социального обслуживания, городского суда. Ну, в общем, тут есть кому приезжать. Естественно, все на автомобилях. И число парковочных мест может стать, ну, действительно, проблемой, которую придется, наверное, решать городской администрации вместе с руководством клинической больницы. Нужно понимать, что переезд детской поликлиники в это здание мера временная примерно до 2021 года. Обращаюсь к вам, родители, кто уже на следующей неделе приведет детей сюда. Делитесь впечатлениями, жду обратной связи, каково вам приходить было сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!